Всем привет! Сегодня будет интересное видео, я буду проходить ТО, ну, мне не будут смазывать, конечно, мои запчасти, они все смазаны хорошо, но я поеду делать биопедансный анализ, это измерение процента жира, мышц, ну и так далее. Для чего это нужно? Для того, чтобы просто даже отслеживать свои данные и, ну, посмотреть даже в каком состоянии ты находишься. То есть измерить процент жира, мышц. Поедем сегодня в клинику, с которой я сотрудничаю. Очень классная клиника, я вам ее покажу, расскажу для чего, как и что это. Да, конечно. А еще скажите, цена будет какая? 1200, у нас вот, когда до конца этой недели получается с 15 часов до 19, если записывайтесь, то скидка 30%. То есть, по-моему, 840 что ли получится. О, вообще, 840 рублей, ничего себе. Да. Фамилия именно, знаете, пожалуйста? Да, красавин, красавин Иван Анатольевич. Все, супер. С тобой возьмите обязательно паспорт, что мы у вас оформили. У нас все это умеется, сейчас мы введение по новому формату карты делаем. Вот, как платить, наличные банковки, как-то все принимаем. Супер. А еще скажите, если будет, например, фотография моего паспорта или нужно обязательно? Просто данные паспорты нужны, можете в виде фотографии, в ксерах себе, ну, непринципиально. Да, очень удобно. Еще вопросик. У вас есть там парковка? Парковка, платная, городская, рядом с созданием 100 рублей час. 100 рублей час, ну, вообще. Да, но выезды, талончик берете и на выезде оплачиваете. Отлично. Ну, все. Просто у вас, как бы, есть у нас просто тестирование, двиговая дрожка, либо вело, иргометно. Вот, она вот показатели вам подает, и все. А если хотите именно справку и допуск получить, то у нас по 100-4 приказу мы работаем. То есть, полное, углубленное обследование проходите. Анализы, все врачи, УЗИ, то есть, ну, функционалка, все это входит в программу. Все, понятно, спасибо большое. 16.40 я буду. Да, это что? Да, все, ждем вас. До свидания. Понятно. 890 рублей на немецком оборудовании, на немецком оборудовании будет тестирование. Ну, в смысле, биопедансный анализ. Это невероятно крутая цена. 30% скидка, 890 рублей. Это просто жесть. В общем, сегодня поедем и посмотрим на мой процент жира. Да, вот это сегодня погодка. Все, я подъезжаю к клинике. Это как раз вход в Лужники. Въезд на парковку. Добро пожаловать. Заехал. Не понял. Наверное, на выезде оплачивать, но я заехал просто так, ничего мне не далось. Я съехал в стрешке в первый поворот в Лужники. Повернул налево, как только доехал до Лужников. И вот сейчас здесь заезд, и я прям подъеду к этой клинике. Почему именно эта клиника? Во-первых, это немецкое оборудование. Во-вторых, в этой клинике проходит обследование все спортсмены. Тут баллисты, бегуны и все остальные. Поэтому я, в принципе, абсолютно доверяю этой клинике. Осталось только ее найти. Я уже делал в этой клинике биопедантский анализ, то есть измерение жира. Заедем еще раз, посмотрим. Я терпеть не могу зонтики, но в данном случае без зонта не обойтись. Чтобы вы понимали, как я держу этот зонтик и как все капает у меня в машину. Для того, чтобы просто поменять батарейку. Все, пошли. Спокойно проходим пункт прохода. Вот так выглядит клиника. Совсем недавно была реставрация. Я попал еще на нее. Сейчас это, конечно, очень красиво. Спортивная клиника. Нам туда. Во дворике ее сразу видно. Дверь медицинской клиники. Пошли. Здрасте. Вы с камерой. Да. Разрешение, что спрашиваю. Можно меня на снимании? А я вас не снимаю. Да? Да. Смотрите. Я направлю на себя. Да нет, я не вижу. Нет, серьезно. Я на себя направлю. Я же везде угадаю. Вы очень хорошо смотрите. Катерик, вы что? Не стесняетесь. Здравствуйте. Я уточни, да, разрешено? Да. Актерик, да. Именно. Паспорт и заполнение. Смотрите, я сейчас вам заполняю. Правильно там? Отлично. Да. Мне данный паспорт не можно вошли? Да, конечно. А вы в базу, да, все вносите? И мои данные будут храниться? Здесь. Я смогу их потом запросить, если что. Да. Офигеть. О, да. Ну, это, конечно... Все, это последнее. Все, это последнее. Окей. Кабинет номер 20. Все, спасибо большое. Налево. Налево. Окей. А 20-й где кабинет, скажете? Вот прям девушки... Туда разговаривают. Чуть-чуть. Чуть-чуть. А, вот, все. Спасибо большое. Она тебя заводит вот такую медицинскую карточку. Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Так, опять что-то заполнять, да? Нет, ничего не надо. Садитесь. Все. Можно я там посижу или здесь? Зраниться. Сейчас тестирование, да, будет? Да. У вас только биопеданс? Да, пока только биопеданс. Пока? Пока. Но вы мне расскажете, что происходит. Извините, пожалуйста, а вы не против, что немножко вас поснимаю? Не снимаю. Вы к триатлону, да, готовитесь? Парафон? Триатлон. Триатлон. Вот сейчас как раз будет человек готовиться сделать проверку. Я так подозреваю, это панно будет. И панно, и потребление кислорода, и сердечный пульс, и так далее. Расскажите, что вы сейчас делаете? Это предмил тестирование с газоанализом. Значит, во время тестирования снимается ЭКГ постоянно. Также человек в маске дышит. Попробление кислорода. Да. В конце, по результатам тестирования после расшифровки врача, значит, там будут списывать все его кульсовые зоны, и на родной порог. То есть для спортсменов это очень хорошо. Это очень хорошо. То есть если любые соревнования можно пройти просто даже устроить? Да. И для профессиональных спортсменов приходят, и для родителей для себя, и для допусков соревнования, и для дополнительных стилей. Здесь можно полностью все тестировать? То есть сердце проверить, проверить дыхалку, и так далее, да? Да, конечно. Трудно. Так, мне что нужно сделать? Чем меньше одеться, тем лучше. Джинсы? Да. Тоже за трассу. Да, трассу? Да. Всё, это я люблю. Пару слов про оборудование. Сека. Самый обычный. Это немецкое оборудование? Ну, а так выглядит, конечно, он очень круто. Так, сначала рост, вес. Утренными спятыми перцами. Да. Так. Вот так теперь, да? Угу. Я должен ещё сейчас руками взяться. А вам наркуются мягкость держится с двух сторон. Задача кередуются мальцами. Вот так. Средним и с другой стороны. Берем, конечно, в шоколаде, даже не стоит. Угу. 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 Теперь он просто пойдёт на распечатку, да? Да. Угу. Все, я одеваюсь. Все, да. Можете мне в двух словах рассказывать? Где там все списано? Да? Да, если что, вам на консультацию по спортивной дачу записаться. Здесь тоже можно записаться? Да. А вот скажите, то, что сейчас проходит, сколько стоит? 32. Да? Все, хорошо. Ну все, измерения я прошел. Сейчас сяду в машину, расскажу, что у меня. А сейчас нужно расплатиться со всем этим. Здравствуйте. Акция действует 30% скидками, при импедации 840 рублей. Вообще суперкам здесь. Прямо так, 4900 это стоит по прайсу. У нас сейчас до конца месяца тоже действует скидка 30%. 3430 стоимость. То есть это тестирование, и какая под нагрузка? Да, да, да. Тестирование на беговой дорожке с газонализатором. То есть аэробные-наэробные зоны, потребление кислорода, все это фиксируется. А еще я знаю, что какие-то там измерения, смотрят клапаны, что у вас можно посмотреть, сердце посмотреть. Эхо можно сделать, УЗИ сердца. А вот все, чтобы если, там не знаю, с кровью, может быть, кровь на анализ можно сдать. Можно. То есть можно пройти комплексное обследование. Вот есть какое-то такое? У всех врачей. Да. Вот что это, вот комплексное? Да, это комплексное обследование. В зависимости от вида спорта мы с вами подбираем программу. Например, я собираюсь поехать сейчас на тысячу километров. И это будет велосипед. Это такой, может, бросок будет. И что вот мне, например, нужно пройти и посмотреть, для того, чтобы поехать туда. Допуск включить. Прекрасно. Вам нужна программа обследования НОНУМА. Туда входит как раз консультация всех наших врачей. Угу. Анализы. Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимия. Функциональное тестирование велосипед. Угу. Виллергометр эхоузии сердца. ЭКГ в покое, флорография. Сколько это будет стоить? Восемь девятьсот. Восемь девятьсот? Да. Супер. То есть все, что сейчас, грубо говоря, я там прошел, можно будет пройти вот за эту цифру. Да. Девять тысяч рублей. То есть дается справка допуск на полгода. Ну и, соответственно, консультация спортивного врача по результатам анализов. Ну это вообще, сюда же входит и кровь, и все у меня расскажет. И кровь, и ЛИЗИ, и флюорография, и функциональное тестирование. Ну это вот так. Если честно, это очень крутая цифра. Согласна. Если какие-то вопросы в названии зонтов, телефонов что расскажем, запишем. Ваше предсказание. Сразу говорю, без какой-либо рекламы. Честно. Мне так же, как вы видели, я платил деньги. Это бомба. Во-первых, цифра. Во-вторых, те услуги, которые я не предоставляю. Ну это реально уровень. Спасибо большое. Хорошо. Я вас не снимаю. Давайте покажу. Я из своих кровных заплатил 840 рублей, чтобы вы понимали, что это не реклама. Еще раз напоминаю, биопедансный анализ – это измерение состава тела. А теперь давайте посмотрим-ка вместе, что там за измерение. Вот это вот так вот выглядит. Читаем. Данные пациента Ивана Красавина. Вес почти 76 кг. Для меня это много. Потому что мой оптимальный вес – это 74, ну 75 – это вообще край. И МТ – индекс массы тела. Выше нормы 26,6. Соотношение роста и веса у меня вес больше. Но это связано с тем, что у меня мышечная масса. То есть жировой массы у меня 10 кг 0,7 г. Если отнять сейчас 76 кг 10,07, получится ровно 65 кг. Это кости, мышцы, внутренние органы, но полностью обезжиренное мое тело. И 65 кг я буду умножать. Вот для чего это нужно. Я буду высчитывать свои пропорции БЖУ. То есть белки жироуглеводы на сколько умножать. Потому что все говорят, на какой вес умножать. Вот. Надо умножать на вес без жировой массы. Сейчас я очень четко знаю, что у меня 10 кг 0,7 г жира. Это… Вот для меня это сейчас очень много. 13,7… 13,3. 13,3% жира. 13,3% жира. Объем талии 0,8. То есть 80 см. Один из главных показателей – это висцеральный жир. И он всего у меня 0,4. То есть у меня даже полкилограмма нету висцерального жира. А это показатель. А вот еще одна очень нужная цифра – это сколько калорий мне нужно сейчас потреблять для того, чтобы типа оставаться на одном уровне. 3489 калорий. 3500 калорий. Друзья, ну вот честно, это может быть правильная цифра, но я не ем столько. И если буду есть столько, я через пару месяцев буду весить 80. И вот какая нужная цифра – это базальный обмен веществ, сколько мне калорий нужно. То есть если я типа ничего не буду делать – это 1744. То есть мне ниже 1744 калорий лучше не опускаться в день, потому что так я буду ударять по своему обмену веществ. Почему мне посчитали 3500 калорий? Потому что я сказал, что я занимаюсь 6 раз в неделю. Все это зависит от того, сколько раз вы занимаетесь в неделю. Если вы будете заниматься 1-2, естественно, у вас будет там 2,5, наверное, 2,5. Но для меня норма – это где-то 2500 калорий. Это прямо вот оптимально при моем ежедневном расписании в тренировках. Понимаете, это очень-очень интересная информация. И самое главное – я это сохраню, и мы через 3 недели, ровно через 3 недели посмотрим, еще раз сюда приедем и посмотрим, какой у меня будет процент жира. Давайте 4 недели, потому что 3 недели – это маловато. Вот, ровно через месяц, сегодня 27 июня, ровно через месяц мы приедем и посмотрим, сколько можно при рациональном питании, без каких-то супер диет, без использования жиросжигателей, только тренировки и нормальное питание, сколько можно, вот уже достаточно спортивному человеку, сколько можно убрать жира и до какого процента дойти. Интересная будет такая мега-сушка, будем говорить так. Я сам посмотрю, на что я способен и что я могу сделать из своего тела за месяц. А вообще, это правда очень интересная информация. За 1000 рублей ты получаешь полный комплекс знаний о своем теле. Здесь сколько у тебя мышц, сколько у тебя жира, сколько воды, сколько внутриклеточной, внешней воды, сколько у тебя висцерального жира. Я думаю, что за такую сумму, как 1000 рублей, это просто нереально крутая информация для тебя и для твоего тела. А еще не забывайте, я это пройду, вот я взял такую брошюрку, у меня будет полностью, полностью все, что возможно. Смотрите, я перечисляю. Терапевт, травматолог, невролог, ортоноларинголог, офтальмолог, кардиолог, гинеколог. Ну, гинеколог мне не нужен, конечно. Спорт-врач, это самое главное, клинический анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, ортопометрия, ЭКГ, ЭХКГ, КГКГ, функция пробы, ЭКГ со стандартной нагрузкой, определение общей физической работоспособности на велоэргометре, флюорография. Флюорография, все это за 8900, за 9000. Я не знаю, где вы такие еще цифры найдете, и здесь самое главное, проходят исследования все крутые врачи. Вот до меня, прям мне сказали, до меня проходили исследования какая-то команда, ну, наша сборная команда по хоккею. Круто, круто, правда это круто. 8900. Когда я соберусь поехать в велопутешествие, я сюда обязательно приеду и это сделаю. И это будет полностью, я просто буду знать, что с моим организмом творится и готовь ли я к такой нагрузке. Здрасте, эта штука не дала мне билет, когда я заехал. Что сделать? Вы издеваетесь? Вы сейчас серьезно говорите? Мне надо ехать? А как-то это по-другому решить, нет? Система, мне сказал охранник, дает сбой. А мне не дал билетик, слышно меня, да? А мне не дал билетик, когда я заезжал. И он открылся, я заехал. И мне как-то нужно сейчас расплатиться и выехать. Ну? Ставьте карту. Как это работает, да? Давай. Деньгами. Пять. Но на самом деле, вот прям совсем рядом, можно поставить машину бесплатно и спокойно себе идти. Если кому-то 100-200 рублей это дорого и не хочется платить за парковку, смотрите, вот там прям рядышком, а вот там въезд. Самое главное, я все сделал и теперь посмотрим на результаты через 4 недели, ровно через месяц. В том году, напомню, что у меня было 8,6 минимальный процент жира и было 7 килограмм жира. В этом году 13,3 и 10 килограмм жира. Теперь это все надо вернуть. И не только вернуть, а улучшить. Потому что 8,6 у меня уже было. Теперь нужно сделать минимум 8,5. Как минимальный, но в смысле минимум. Что нельзя больше, только меньше. Вообще круто, если попробовать сделать 8. 8 это будет прям огонь. Все. В общем, я теперь знаю за то, какой у меня процент жира, знаю куда идти. И все это, естественно, буду показывать. Буду показывать, как я питаюсь, как я тренируюсь, что я делаю. Вообще никаких секретов. Никаких. И абсолютно ничего такого сверхъестественного, как я сказал. Никаких добавок, в смысле там жиросжигателей или какой-то помощи. Нет, только питание и тренировки. Давайте в путь, дорожку. Посмотрим, что с этим получится. Я уверен, что это будет круто. И для вас будет нужная информация. Потому что мне очень-очень-очень нравится с вами делиться. Поэтому от вас, если вы хотите этой информации, лайк. Если не хотите пропускать видео, которые будут выходить там, нажмите на колокольчик. И комментарий от вас. Делитесь с друзьями, со знакомыми этим видео. Потому что мне действительно хочется нести информацию для вас полезную. Пишите, что еще вам интересно. Что вы бы еще хотели узнать. На что бы сделать там обзор. Не знаю. Ну, в общем, мне только самое главное, чтобы у вас были результаты. Чтобы вы двигались тоже к цели. Пока сейчас именно цель в внешнем виде это процент жира. Давайте. Счастливо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok